здравствуйте добрый вечер и я хочу вам рассказать некоторые новые результаты про экспериментальное исследование образования нефти поэтому мой доклад называется как сделать нефть но вы видите что здесь нет вопросительного знака поэтому это скорее инструкция как сделать нефть чем вопрос как ее сделать ну во первых мне хотелось бы сказать зачем это нужно в общем то человечество довольно давно научилась делать нефть есть множество разных методик как сделать ее менделеев предлагал делать нефть при помощи карбидов карбидная технология германия все вторую мировой войну воевал на синтетическом бензине которые производили по реакции фишера тропша то есть принципе все известно и все понятно но на сегодня напомню что основа энергетическая нашей цивилизации это углеводороды и замены им не предвидится и собственно говоря никто не не использует никаких технологий по производству нефти потому что нефть качают и вот здесь видите качалки нарисованы на слайде зачем же делать нефть нефть придется делать когда исчерпаются месторождения полезных ископаемых концентрированные формы углеводородов несомненно это когда-то произойдет и период когда прирост запасов месторождений в результате геологической разведки становится ну достигает своего максимума уже прошел собственно говоря сегодня дополнительные ресурсы могут быть найдены только труднодоступных местах это либо трудно трудно извлекаемое сырье либо кто который находится на большой глубине и скажем в арктике где она становится чрезвычайно дорогим если альтернатива конечно когда-то она будет изобретена альтернатива углеводородом но не сегодня и и ископаемое топливо еще долго будет основой для нашей цивилизации среди последних таких достижений собственно говоря достижение это новые технологии вы знаете сланцевый газ и сланцевую нефть которая произвела некоторую революцию что это такое это извлечение углеводородов из пород с нетрадиционным коллектором где поры содержащий газ и нефть не связаны между собой их приходится растрескивать и тогда мы можем извлечь то что содержится в этих самых породах которые называются сланцы по всей видимости это следующий этап развития нефтепромыслов которые сегодня реализуются реализуются в мире ну теперь немножко о том как образуются углеводороды вообще говоря вы наверное знаете о том что есть биогенная теория образования углеводородов есть а биогенная теория образования углеводородов и та и другая работает в рамках нашей солнечной системы вы знаете что среди метеоритов есть углистые хондриты которые содержат углистое вещество которое похоже на углистое вещество осадочных пород с одной стороны но с другой стороны совсем не похоже на него то вещество которое содержится в осадочных породах оно явно биогенное потому что обладает хиральностью то есть повторяет симметрию жизни и задается теми первичными веществами из которых сделаны и мы а вот метеоритное органическое вещество не обладает этим свойством и оптически нейтрально там одинаково представлены молекулы молекулы имеющие левую и правостороннюю симметрию то есть она а биогена и нашей солнечной системе есть огромные планеты имеющие атмосферу из углеводородов но это спутник титан есть углеводороды и на других планетах они тоже видимо биогенного происхождения хотя сегодня мы об этом не знаем но на земле основное количество углеводородов происходит от жизнедеятельности первичных биопродукторов то есть фотосинтезирующих организмов в осадочных породах содержится довольно точный эквивалент органического вещества соответствующий тому кислороду который есть атмосфере земли видимо изначально первые миллиарды лет на нашей планете в атмосфере кислорода практически не было и только потом произошло событие когда кислород появился и это произошло примерно два с половиной миллиарда лет назад и с тех пор кислород в атмосфере присутствует а органическое вещество непрерывно переходит в осадочные породы накапливаясь в них но при выветривании она обратно превращается в углекислоту поддерживая определенный баланс углекислоты в атмосфере и вот накапливаясь в осадочных породах органическое вещество превращается в углеводороды по мере того как осадочные породы накапливаются нижние слои оказываются в области высоких температур и давлений и при этом органическое вещество превращается в газ и нефть на первом этапе когда у нас температура низкая то преобладают биогенные процессы деструкции органического вещества выделяется биогенный метан тот самый болотный газ который можно видеть болотах потом с увеличением температуры бактерии уже не могут жить и выше 75 градусов примерно у нас начинается образование газа уже абиогенного при более высоких температурах выше 100 градусов на больших глубинах порядка двух двух с половиной километров образуются жидкие углеводороды и при самых высоких температурах которые здесь показаны порядка 175 градусов 200 градусов образуется газ практически метанового состава ну и рядом здесь показаны хроматограммы для этих продуктов соответственно органическое вещество показаны здесь черным представляет собой рассеянное органическое вещество осадочных пород это так называемый кероген кероген в общем то это вещество похожее на уголь только присутствующая в виде мелкой вкрапленности между зернышками осадочных минералов и вот именно это вещество при нагреве дает углеводороды да конечно на земле могут быть и углеводороды абиогенного происхождения но мы их не видим так много этого органического вещества причем концентрированная форма органического вещества залежи нефти и газа а также угли то что разрабатывает человечество не составляет и процента от того органического вещества которое накоплено в осадочных породах и вот собственно говоря сланцевый газ и сланцевая нефть это попытка эксплуатировать более бедные месторождения те месторождения которые не содержат в концентрированном виде искомые продукты вот кероген преобразуется при диагенезе и катагенезе то есть при процессах нагревания погружения пород и при этом меняется его состав в зависимости от того какие вещества какие вернее биологические сообщества были основы для этого вещества мы видим три разных типа керогена и постепенно при нагреве у нас меняются отношения водород углерод и кислород углерод в результате получается практически чистый углерод но вот типичные случаи это антрацит наиболее такой хороший уголь органическое вещество осадочных породов чрезвычайно тяжело изучать это такой полимер геополимер отличающийся тем что там нет двух одинаковых молекул они все получили случайным образом при деструкции других полимеров белок биологического происхождения там целлоза лигнина альгиновых из кислот и так далее они получились случайным образом в результате сложных процессов как же изучить кероген вот сегодня его изучают путем пиролиза если мы нагреем органическое вещество то она начнет разлагаться и мы получим несколько максимумов выхода продукта вот 1 с 1 соответствует разложению и выделению когда то что называть свободных углеводородов и второй максимум который достигается при температурах порядка 500 градусов это то что можно потенциально извлечь из данного керогена то есть потенциальная нефтяносность этих самых образований ну а дальше можем сжечь оставшийся углерод в токе кислорода и получить органический углерод c3 так называемый ток total organic carbon вернемся к сланцам и поскольку мы уже так сказали что сланцы это будущее энергетики по всей видимости то у нас в стране есть огромный резервуар сланцев это баженовская свита баженовская свита залегает на глубине порядка трех километров и занимает всю западную сибирь по всей видимости она является нефтематеринской свиты и вот эти месторождения которые находятся выше и уже практически выработаны образовались из углеводородов из этой свиты образовавшиеся раньше сейчас температура этого пласта около 100 градусов он варьирует там от 80 до 105 градусов ну соответственно давление отвечают глубине три километра особенностью этих пород является очень высокое содержание органического углерода средние по этой толще ее мощность составляет несколько десятков метров от 30 50 метров содержание органического углерода средние это 11 процентов в нижнем интервале нижний бажен так называем 8 процентов верхнем бажене 14 процентов и это продукт преобразование морских осадков вот таком море которая здесь плескалась в юрское время и это море было на самом деле довольно большое отдельные части этого моря доходили до подмосковья значит урал в это время был островами вот и подмосковье похожие породы тоже имеются гораздо менее мощные основной тип пород это радиоляриты то есть это планктон и породы представлены радиоляриями то есть раковины радиолярии не помню у диатомии то панцири до радиолярии раковины по моему биологии не всегда я вода есть конвести карбонаты но в целом значит это породы чрезвычайно малопроницаемые это типичные сланцы они имеют разную степень преобразованности и конечно все взоры наших добывающих компаний направлены на эту свиту как на источник месторождений углеводородов пытаются искать уже на самом деле гораздо больше чем 50 лет бурят несчастную бажену но не могут найти закономерности в локализации залежи непосредственно в ней над баженовской свиты залежи локализуются в так называемых ловушках в тех структурах где накапливаются всплывающие углеводороды и задерживаются например глинистыми экранами не проникая сквозь глины их легко локализовать и найти а в баженовской свите долгое время вообще не было притоков нефти последние годы были получены несколько скважин с очень хорошими притоками нефти но так они не узнали закономерности как найти месторождение нефти в бажене ресурсы слон нефти в бажене могут быть разделены на несколько типов первый тип это собственно традиционный ресурс это подвижная нефть которую можно откачать скважин второе это сорбированные углеводороды которые уже трудно выделить из пород и третье это те углеводороды которые мы можем сделать в баженовской свите они есть в этой свите но заперты между зернами минералов вот как видно на картинке это светится ультрафиолетовых лучах углеводороды находящиеся между зернами минералов извлечь их не очень легко вот схемка которая показывает запечатанные поры которые содержат углеводороды и можно их извлечь только произведя некоторый взрыв который гидроразрыв пласта когда образуется множество трещин скрывающих такие поры и стягивающих трещину вскрытые нефть и газ вот именно так добывают сегодня сланцевый газ и сланцевую нефть из таких пор заполненных газом и нефтью а для баженовской свиты оказалось что этого недостаточно и гидроразрыв пласта не приводит к увеличению дебетов как же быть ну собственно говоря три пути это искать месторождения и разрабатывать их так традиционным способом то что называется естественные режимы истощения то есть как выйдет так выйдет второе это использовать гидроразрыв и стягивать по возможности ту нефть которая зажата между зернами минералов и третье это попробовать сделать гидротермальные воздействия на пласт чтобы синтезировать еще нефть вот последнее самое интересное потому что имеет отношение и к происхождению нефти и к тому как что ожидать в будущем от технологий получения нефти вот то преобразование органического вещества под воздействием температуры называется пиролиз пиролиз можно производить в разных условиях обычно его производят при низком давлении и при высоких температурах и возникают продукты которые можно назвать нефтью продукты безводного пиролиза их можно давать нефтью и газом например синтез газ это продукт высокотемпературного пиролиза углей затем можно производить пиролиз закрытых системах при повышенном давлении тогда преобразование происходит за часы здесь безводный пиролиз это быстрый процесс преобразование происходит за минуты затем можно производить пиролиз присутствие воды когда вода задает давление это вот голубенькая область нарисованная около двухфазной линии воды линии кипения воды это гидропиролиз водный пиролиз и здесь тоже было показано что время воздействия время образования нефти исчисляется днями но в природе преобразование как правило происходит при более низких температурах но более высоких давлениях и происходит за миллионы лет не я придумал гидропиролиз еще давным давно люди которые являются отцами сланцевой революции занимались гидропиролизом показывали что воздействие гидротермальных растворов гидротермальные значит горячая вода на породы с высоким содержанием органического вещества дает нефть причем влияние воды оказывается принципиальным и в случае если мы воздействуем гидропиролизом то получаем максимальное содержание максимальный выход нефти вот здесь показан результат некоторого эксперимента где кварцевом реакторе сверху уже в охлажденном состоянии образуется нефть из породы насыпанный на дно ну и соответственно задачи не будут показывать соответственно мы тоже занялись аналогичным действием относительно баженовской свиты и в породы баженовской свиты широкой фракции порядка 3 миллиметров помещали в автоклав заполняли водой естественно что в этом случае давление в автоклаве определялось коэффициентом заполнения но здесь показано для картинки где давление составлял насыщенный пар воды то есть присутствовала газовая фаза это водяной пар в основном ну и затем при нагреве вода естественно расширяется и и происходят реакции когда мы открываем автоклав то мы видим сверху пленку нефти причем примерно 10 процентов от органического вещества за несколько дней превращается в нефть и здесь показано флаконы на заднем плане это количество породы которая была использована для гидротермальных экспериментов а на переднем плане выход продукта это нормальная нефть который изначально в этой породе не было она образовалась в ходе эксперимента и примерно 3 процента от объема породы что соответствует не самым лучшим коллекторам но вполне достаточно для того чтобы рассматривать это как новый источник это нефть принципиально отличается от той нефти которая есть пласте здесь показано черным от битума который можно извлечь из породы показано есть красным и вот голубенькая это как раз гидротермальная нефть новая нефть которая образовалась в этой породе да я забыл сказать что сейчас скажу не сказал влияние температуры влияние температуры оказалось очень любопытным повышение температуры приводит тому что нефти не образуется при 470 градусах нефти не получается получается только газообразные продукты реакции при 350 нефти получается меньше чем при 300 градусах и где-то 300 градусов это максимум получи максимум выхода нефти на примерно за одно и то же время это за недельный опыт за неделю максимальное количество нефти получается при 300 градусах если мы уменьшим время взаимодействия за сутки 350 градусов соответствует максимуму нефти значит нефть меняет свой состав за зависимости от времени но это значит тоже картинки и кероген преобразуется помните там я рассказывал такой групповой анализ с 1 и с 2 значит вот с 1 то есть тот самый то что называется свободный свободные углеводороды резко уменьшается по сути дела при гидротермальной при гидротермальном воздействии у нас происходит уменьшение первого пика ведь он был сначала большой большой а потом стал маленький после гидротермального воздействия то есть кероген поменял свой состав причем в ту же сторону что и в природных процессах при воздействии на ну при при природных тех процессах как мы наблюдаем по разной степени преобразованности керогена скорость образования нефти то есть с течением времени сначала происходит увеличение количества выхода нефти потом если мы долго ставим опыт уменьшение количества нефти если мы рассмотрим первую часть этой истории как происходит увеличение количества нефти то мы можем вычислить кинетические коэффициенты и вот оказалось что есть две реакции с разными энергиями активации первое это гидропиролиз о которой вам говорил то что здесь показано черными значками от некоторые некоторые логарифм константы скорости реакции от обратной температуры накал с простой она оказалась реакции первого порядка это реакции разложение и вторая реакция которая происходит при более высоких температурах это белые кружки а это реакция сухого пиролиза то есть простого пиролиза соответствующий тем воздействием которые происходят и в пласте и если мы экстраполируем черные шарики черные кружочки на более низкие температуры мы получим те самые сотни тысяч лет и миллионы лет при которых образуются природных условиях при низких температурах нефтяные месторождения что же за процесс там происходит это конкурирующие процессы пиролиз термическое разложение объемное разложение керогена кероген переходит в кокс с выделением газовой фазы гидропиролиз этот крекинг то есть разрывы связи в молекулах керогена с образованием более низкомолекулярных продуктов и гидрокрекинг то есть это гидрирование водородом связи получения алканов ну вот как различить эти реакции можно попробовать воздействовать разными агентами и посмотреть что получится и вот удивительные вещи что при 300 градусов цельсия нефть не образуется в безводной системе если не добавить воды и также если убрать минеральную компоненту породы то есть возьмем чистый кероген при звездах градусов цельсия с ним ничего не происходит ну или по крайней мере выход углеводородов оказывается существенно меньше попытки воздействовать разными реагентами восстановителями щелочными кислыми не привели никакому результату а опыта с тяжелой водой показали что водород никак не входит в структуру новообразованных углеводородов но кроме как обменный водород который несомненно обменяет чуть-чуть с углеводородами что же происходит строение керогена можем изучить если возьмем скажем ядерно-магнитный резонанс на из 13 углероде и посмотрим распределение углерода по типам связи а вот небольшая небольшие но заметные различия то мы можем нарисовать фантазию как устроена молекула керогена на 100 атомов углерода вот есть такая показана что же происходит сколько там ароматических сколько циклических сколько предельных сколько непредельных связей и дальше можем наметить те связи которые вероятнее всего разорвутся в случае термического воздействия они показаны с пунктирчиком таким образом происходит разрыв связи образование более коротких соединений таким образом получается что механизмы образования нефти из керогена при гидротермальном процессе термическое разложение керогена нет взаимодействия с молекулами нет гидрокрекинг нет и только каталитический крекинг с участием поверхности минералов возможным в этих системах то есть минералы осадочных пород выполняют роль катализатора на них прилипают отдельные функциональные группы и происходит разрыв связи и и это легко можно подтвердить если вам дробленую породу и монолитную то мы увидим что выход нефти из монолитных пород зачастую больше чем из дробленных что же за минералы там есть ну первое это циолиты циолиты вообще традиционно используются как катализаторы для преобразования углеводородов уже там на всяких нефтехимических предприятиях циолиты легко могут образоваться в гидротермальном процессе насчет преобразования глинистых минералов и кремнезиума затем это могут быть дисперсные и мезопористые фазы то есть фазы имеющие определенные поры между структуре в которой могут заключаться разнообразные функциональные группы это опал но такой минерал меланофлагит он меня сильно волнует это кремнезиум но практически фуллереновый такой шарик который входят газовые компоненты минерал очень интересный но мне пока не удалось его синтезировать сульфиды с высокой активностью и микроэлементы которыми тоже богаты эти породы ну собственно говоря устойчивость циолитов в этих породах легко может быть показана путем термодинамических расчетов взаимодействия вода порода и действительно мы в этих баженовских пород довольно часто встречаем циолиты и гидротермальные процессы вот месторождение пород в баженовской свиты найдено там где прошли гидротермальные растворы вот здесь показан керн пород баженовской свиты видите в нем жила это кальцит в ультрафиолетовом свете она светится это углеводороды заключенные между зернами во включениях минералов вот в некотором увеличении мы увидим что это жило содержит в себе кальцит и кварц и связь между гидротермальным процессом и генерации углеводородов здесь очевиден мы можем узнать какие же температуры были когда образовались и жилы дело в том что в этом кальците есть флюидные включения видите включение в минералах в которых есть жидкая фаза и газовый пузырек почему в них есть газовый пузырек потому что жидкость расширяется при нагревании и если мы рассматриваем такое включение при комнатной температуре то жидкость сжалась оставшееся пространство будет заполнен насыщенным водяным паром можем узнать температуру при которой это включение было захвачено можем мы можем нагреть это включение и посмотреть когда и пузырек исчезнет это называется температура гомогенизации включения ну естественно что нужно поправить ее немножко на давление пласта и вот нагревая такие включения мы получаем температуры которые выше чем сегодня в пласте это достигают 220 градусов то есть вполне сопоставимы с температурами которые мы мы пользуемся в эксперименте но немножко конечно ниже иногда можно встретить включение содержащие углеводороды там пузырек побольше потому что ксм термического расширения углеводородов тоже больше но к сожалению значит мы не можем углеводороды неизвестного состава поэтому мы не можем определить когда произойдет гомогенизация что это дает таким образом мы получаем это природная лаборатория где нефть получилась в результате природной гидротермальной системы мы получаем методику как можно из сланцевый сланцевых пород получить углеводороды в сопоставимых с нормами залежами количества для этого нужно прогреть пласт до температуры 300 градусов но может быть ниже когда придется подольше ждать для прохождения этого эффекта побочным продуктом могут быть некоторые металлы которые тоже можно извлечь из этой баженовской свиты в этих породах много урана среднее содержание 200 грамм на тонну а доходит до 1000 грамм на тонну это довольно типично для черносланцевых толщ и в америке где добыча сланцевого газа происходит близко к поверхности этот самый уран загрязняет окружающий среду это редкие земельные элементы содержание которых доходят 300 грамм на тонну рений породы баженовской свиты очень богаты рением это вообще редкий элемент но содержание в этих породах доходит до 5 грамм на тонну что вообще делают эти породы прудой на рений золото и плотиноиды пока у нас не достаточно данных но они тоже должны концентрироваться в черносланцевых толщах но это дополнение может сделать экономически выгодным такие воздействия если мы совместим образование нефти и извлечение этих металлов ну собственно говоря сегодня нет дешевого способа прогреть пласт хотя работы в этом направлении очень сильно ведутся и есть несколько технологий скажем закачивание перегретого пара провоцирование реакции с выделением тепла непосредственно в пласте даже прогрев электрический но они все пока требуют энергии больше чем то нефть которых будет получена в результате этого воздействия когда будет разработан такой метод мы получим новый источник углеводородов который будет не исчерпаем и имеет еще одну чрезвычайно важную сторону сегодня освоение месторождения нефти или там газа требует миллиардов миллиардных вложений потому что требуется разведка оконтуривание скважин оконтуривание залежи бурение скважин с выбором схемы добычи на этом месторождении даже не просто пробил скважину и качай нет нет это сложный процесс и нужны миллиарды долларов на начало запуска этого процесса если мы получим технологию прогрева пласта и получения гидротермальной нефти то все части пласта становится подобны друг другу и нужно относить немного начального капитала для того чтобы запустить процесс образования нефти который это можно оценить в миллионы долларов но никак не в миллиарды таким образом можно открыть рынок не рынок открыть этот вид деятельности для широких инвесторов а не только для транснациональных компаний спасибо а 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